Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ребята, я с наушниками, ну вернее вот с этой гарнитурой экспериментирую. У меня их несколько и смотрю, во-первых, какой звук получше, а во-вторых, ну всё-таки вот это вот полегче, чем вот прошлые, они всё-таки тяжёлые. Ну пускай я тут говорю, ну сколько, там 15-20 минут, но всё равно на голову давят. Ну ладно, эксперименты у меня, эксперименты. Так, новости. Russia Today на русском. Путин поручил к 10 июня подготовить проекты указов о мерах по сокращению лесных пожаров. Да, командир землетрясения. Лукашенко заявил, что между Зеленским и Украинскими военными начинается конфликт. Я вам сейчас покажу, вот откуда он идёт, да. Дебил картофельный. Зеленский предоставил украинское гражданство Невзорову и его жене. Я мельком говорил, но вот здесь конкретно. Советник главы МВД Украины Антон Герасченко отметил, что гражданство предоставлено за выдающиеся заслуги перед страной. Да, Александру и Лидии Невзоровым. Вон как. Певица Анна Нетребко отказалась от выступлений в РАИСИ. Да, не будет она выступать, не надо. Я её как-то плохо знаю. Так. Татьяна Навка, сын и дочь Пескова попали под санкции Евросоюза. А вот так вот. Как раз на Вознесение вознеслись. Угу. Так. Актриса Ума Турман сыграет президента США в романтической комедии о Белом доме. Мне что-то смешно. И будет она там с саблями вот это, да, убивать Билла. А кто будет Билла играть? Ну, не знаю. Байден призвал ужесточить контроль за оружием в стране. Ребята, это очень сложно. Да, вот всё время стрельба. Вы посмотрите, вот каждый день буквально, да. А я никогда не скрываю. Ну, стрельба и стрельба, вот это шутинг. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Американцы горды тем, что они могут владеть оружием любой, да. Я могу тоже пистолет купить. Да зачем мне пистолет? Ну, посмотрим, что будет. Так. Нью-Йорк Таймс. Пентагон изучал захваченную российскую технику на Украине. Они не сказали, сколько вот этих изучающих потом попали в психушку. Вот. Потому что с ума сойти можно от этой техники. Так. Число. Число пострадавших при пожаре в московском бизнес-центре возросло. Какой-то бизнес-центр в центре прямо Москвы, да. Гранд Сетунь Плаза. Ну, уж назвали бы по-русски, да. Нет, выросло до пяти. Пострадавшие страдают. Да. Ранее стало известно, что при ликвидации пожара пострадал начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов. Как сообщили в министерстве... А он что, сам попер, что ли? Как сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям, его доставили в медучреждение с обширным инфарктом. О, вертолёты даже. Собака с полицией. Так, психолог объяснил пользу поездки на шашлыки для психики русского человека. Ну, чё, бухают. Шашлыки на даче делают мир ясным и понятным. Меня смех разбирает. Так, Евросоюз ввёл санкции против главы Роскомнадзора Андрея Липова. Ну, конечно, Роскомп позор. За решения, которые привели к цензуре и закрытии независимых российских СМИ. Ага. Так. А вот я вам уже говорил, ну, как-то мельком, и не понял, в чём тут дело. Суд Шри-Ланки запретил самолёту Аэрофлота покидать страну. Я вам говорил, что-то там со Шри-Ланкой. Оказывается, Эрбас компании Аэрофлот был задержан в международном аэропорту Бандаранаике накануне по требованию ирландской лизинговой компании. Суд Коломба запретил самолёту покидать страну до 16 июня. Ну, фу-фу. Вот так. Самолёты, да, не летают. В МЧС прокомментировали информацию о пострадавших в пожаре в Москве. Ну, вот опять, это жуткие там пожары. Я смотрел вот ролики, там вообще пламя, пламя, пламя. Так, внутри горящего на западе Москвы офисного... А, всё-таки на западе, не в центре. А огонь виден и в центре даже. Во всяком случае, дым. Так, внутри горящего на западе Москвы офисного здания могут находиться до 15 человек. Они там на крышу забрались, ещё куда-то повыше. Ни фига себе пожарчик. Это не пожарчик, это пожарище. Александр Кержаков женится в третий раз. Это футболист, если вы не знали. Боже мой, тут все его жёны перечислены. С одной познакомился в 2017-м, с другой в 2005-м. Чё-то наоборот. Родилась дочь, девочка живёт с отцом. Ещё с другой, он просто сожительствовал. Ещё одного сына родила. Так, ещё какая-то модель Милана Тюльпанова. Ещё за скандалом развёлся. Так, Милана, вот это вот Тюльпанова, обвиняла мужа в домашнем насилии. А он, Кержаков, хотел лишить её родительских прав из-за злоупотребления запрещёнными веществами. Ну ладно, хорошо, немножко хоть отвлекитесь, да, отвлекитесь. А вот, это, 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 живой журнал. О Москве под радио, под ракетным ударом. О Москве под ракетным ударом. Перспективы всё ближе. Опа, перспективы на ЖЖ. Рассуждают, как скоро в Москву будут лететь ракеты, ребята. Так, что ещё, ещё ЖЖ засосало в МРТ. Вы знаете, что такое МРТ, да? Ну, труба такая, вы там это, вас просвечивают электронами, так сказать, да, как моя бабушка говорила. Ну вот, мужик приехал, смотрите. Значит, в кабинет магниторезистивной томографии по ошибке заехал мужчина на инвалидном кресле. В своём, а не специальном. И вот в итоге мужик успел выскочить. Вот. А кресло засосало вот в этот МРТ. Вы представляете, засосало, вот вытаскивают, да. Понадобилось пять верёвок и 14 сотрудников больницы для того, чтобы отделить кресло от аппарата МРТ. И вот тут интересно пишут. Вы можете задать вопрос, а не проще ли было отключить его от сети? Но, как утверждает источник, ответ нет. Стоимость одной перезаправки сверхпроводящих электромагнитов с жидким гелием более 5000 евро. Вот откуда у них руки, а? Оттуда, вы правильно поняли. Так, ребята, я забыл сказать. Оказывается, платиновый юбилей, вчера ещё был, праздничная служба в соборе святого Павла. Платиновый юбилей – это 70 лет на троне. Не лет ей, а на троне. Елизавета II. Нифига себе. Вчера дворец сообщил, что её величество испытывает дискомфорт, значит, после первого дня. И, значит, вынуждена отказаться. Ну, перебухала бабушка. Вынуждена отказаться от присутствия на службе. Ну, вот вся семья собралась. Да-да-да, нифига себе. Так-так-так, хорошо. Поздравляем бабушку. Так, что ещё? Собчак шокировали цены в московском ресторане. Собчак пришла в ресторан, и вот она пишет. Ребята, я в рублях не разобираюсь, но попробуйте сами сообразить. Так, об этом она рассказала в своём телеграм-канале. Не забывайте завтракать. Например, за одну креветку 2300 рублей. Одна креветка. Одна креветка. Вот, ну, знаете, да, в Белоруссии их разводят. Так, или тартар из говядина за 16200, подписал журналист, опубликованное меню заведения. Так, за одну штуку, не шутку, а за одну штуку сезонной устрицы клиентам придётся заплатить 2130 рублей, а за порцию жареного риса с овощами и чесноком 1850 рублей. Ну, почему так вот, а? Ну, это как-то вот какие-то большие тысячи, ребята. Ну, вот так, ребята. Так, у России готов ответ американским РССУ. А здорово они передристали вот РССУ. Так, ахахаха, так. Положение российской группировки на Украине, вероятнее всего, ухудшится. Это значит, что придётся столкнуться с рисками, которых раньше не было, и впредь считаться с ними. А возможности ВСУ, украинской армии, возрастут. Хорошо. Так, в центр Нижнего Новгорода подкинули коробку с пчёлами. Коробка, причём она какая-то разломанная, и пчёлы разлетелись и кусают прохожих. Это Нижний Новгород. Ничего себе шуточки. Убили, кого-то убили. Известного бизнесмена, находившегося в международном розыске, в Москве, в ресторане. 62-летний бизнесмен Аганес Комарян. Чё-то я, наверное, проспал, что ли. В Москве теперь армяне живут, что ли, да? Мужчину убили, когда он выходил из ресторана. Ну, вот так, ребята. Так, и твиттер, ребята. Тётя Роза пишет. А зачем в Украине начали сносить памятники Пушкину? Чем Пушкин виноват? Пушкин не виноват. Просто памятники Ленину закончились. Ну, так. Путин занял первое место на международном конкурсе «Крысоты». Ах, как хорошо. Так, Кира Ярмыш. Отцу Срочника, погибшего на крейсере Москва, готовят обвинение в терроризме. Помните, я рассказывал, он пытался узнать, где его сын. А ему что-то всё врали. Так, ага. Ну, дальше, Кира Ярмыш. Это то, про что я говорил с самого начала. Родителям не только не скажут, что их дети погибли, но ещё и будут преследовать тех, кто осмеливался говорить об этом. Путин – людоед. Буквально. Ну, да. Лавров, двоеточие. Запад ведёт осознанный курс на разрушение православия. Да что за хрень он несёт? Ну, ребята, ну да. Вот Ройзман комментирует. Как сивый мерин. Ещё тут комментарий. Дайте ему овса колумбийского. Корёжит же его. Ну, ребята, да. Разрушение православия. Так, это что такое? Максим Мирович. А, ну, про Невзорова. Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой предоставлено гражданской Украины за выдающиеся заслуги перед страной. Искренние поздравления. Ну, конечно. Конечно, ребята, да. Так, Геннадий Гудков, двоеточие. Запаситесь терпением и попкорном. Ближайшие два-три месяца будет бойня. И либо генералы замочат Путина, либо Путин замочит генералов. Так, АвтоВАЗ. Вот профессор Преображенский на твиттере. АвтоВАЗ получил разрешение на выпуск упрощённой Лада Гранта. В базовой версии покупатель получит кузов и четыре Клеса. В версии премиум будет добавлен руль. В версии люкс ещё и шильдики В и З. Двигателем и салоном машины пока оснащаться не будут. И называться будут ВАЗ. В-А-З. ВАЗ. Да. Угу. Тётя Роза ещё. Русские с детства живут с ожиданием, что на них нападут. Но потом они устают ждать и нападают сами. Угу. Гиркин заявил. Гиркин, знаете, да, он же Стрелков. Заявил, что если его повесят, то он не желает висеть рядом с пуйлом. И его бездарными генералами. Та опа, Фейгин, ребята, знаете Фейгина. Всем привет. Хоть у меня 3 июня день рождения, но проведу я его с вами в эфире. Так что поздравьте меня по просмотрам нашего с Алексеем Арестовичем 100 выпуска в 21.00 на Фейгин Лив. Интересно. А я посмотрю, сколько ему исполнилось. Ну-ка, поищем Фейгин. Так, Фейгин и Арестович. Вот его смотрят, я вот так вот заценил комментарии. Так его смотрят, их вернее смотрят, как вот этого Хрюшу, Степашку, да, вот на ночь просто, чтобы хорошо спать. Так, он, ох, да он молодой совсем, 51 год, родился в 71 году. Так, хорошо, поздравляем. Так, разведка США обладает информацией, что Путин тяжело болен. Видео недавних появлений Путина на публике смотрели специалисты разведслужб по психиатрии и дистанционной диагностике. Ну, хорошо, болен. Еще осталось умереть. Россияне, вот интересная информация. Россияне побили рекорд по попыткам нелегально сбежать в США. За 8 месяцев на границе с Мексикой поймали почти 20 тысяч россиян. Нифига себе! Ух! Так, до сих пор впечатляет следователь Бастрыкин, который бегает и невозмустимо ищет тех, кто гадит в штаны Российской Федерации. И вот смотрите, Следственный комитет России заявил, что украинские военные повредили в Мариуполе 70% домов. Украинские военные повредили, да? Это Бастрыкин заявил. Какой гад! Молдове запретили транслировать новости из России. Вот так. Так, что тут еще у меня? Вот я слушаю сейчас в новостях рассказы украинцев, выживших после насилия и истязаний русскими орками. Слушаю и в голове не укладывается. Как победители в свое время фашизма стали сами в 100 кратк хуже фашистов. 21 век, а эти злобные твари, варвары из каменного века. Ну вот так, ребята. Сооснователь Яндекса Аркадий Волош уйдет с поста генерального директора из совета директоров компании после попадания в санкционный список ЕЭЦ. Вот так. Сооснователь Яндекса. Ага. Тоже. Так. МИД РФ опроверг информацию, что Мария Захарова пьет. Так, слегка выпивает, пояснили в МИДе. Кто-то спросил. Не знаю, правда, неправда. Так. Вот мужик пишет. Я понимаю Соловьева, который получает лимон в день, которого лишили вилл в Италии. Ему надо отрабатывать эти потери, косить бабло. И ради этого он готов на все и будет топить за ядерную войну. Ну вот ватника с зарплатой 20 тысяч, готового умереть в ядерной войне, я понять не могу. Ну да, ребята. Так. Ребята, сто дней. Сто дней войны. Сто дней позора и кошмара. И сколько же это будет все продолжаться. Сто дней войны, да. Вот Андрей Пианковский. Более 70 лет готовилась НАТО сразиться с ордынской армией. Накопила горы самого совершенного оружия, но так и не решилась, когда та вторгалась в одну за другой чужие страны. Сразиться за себя и за все НАТО отважилась Украина, вооруженная крохами натовского арсенала. Слава Украине. Да, ребята. Первое судно с металлопродукцией из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону. Оно стоит на рейде в порту. Ну вот ворованный вот этот металл, да. Это ТАСС передает, кстати. Так. ООН. Двоеточие. Почти 16 миллионов украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. 16 миллионов. Так. Что тут еще? За 100 дней с начала войны в Украине около 14 миллионов ее жителей были вынуждены покинуть свои дома. Это тоже ООН сообщает. 14 миллионов. Так. Путин сегодня встретился в Сочи с главой Африканского союза. Тут фотография такой черной сидит. Так. И рассказал ему, что Россия всегда была на стороне Африки. Так. Что еще? Опа. Аэрофлот приостановил набор новых пилотов до момента изменения ситуации. Да. Вот так. А зачем пилоты, если самолетов-то нету все равно? Кошмар. Вот. Ну что творится? Вот зачем они это все затеяли? Уже 100 дней. Так. А вот интересная информация под конец. Посол Украины в Анкаре Василий Бондар. Двоеточие. Турция входит в число стран, покупающих зерно, украденное Путиным. Он также обратился за помощью к турецким властям и Интерполу в расследовании того, кто причастен к перевозкам зерна транзитом через турецкие воды. Вот такие дела, ребята. Ну ладно. На сегодня все. Ну там дальше будет видно. Пока. С вами доктор Влад. Продолжение следует.